Хоккеисты Питтсбурга Я как раз среди факторов, которые не держал в голове, что прям традиция теперь выигрывать с разницей в одну шайбу и те, кто это делает чаще всего в последние же годы выигрывают Кубок Стэнли. Впрочем, это настолько примерный заход на то, что будет в оставшихся трех, четырех, пяти или шести матчах, что воспринимать его всерьез не стоит. Через несколько минут начнется игра на ваших экранах Евгений Малкин, главное событие в жизни которого случилось недавно и имеет не хоккейные свойства, но я думаю большинство российских болельщиков уже в курсе. У нас там везде писали и рассказывали больше, чем про сам хоккей, что Евгений Малкин стал папой. Ну а на очереди сейчас исполнение государственного гимна и затем, собственно, вторая игра финала Кубка Стэнли. Стэнли. Мы ask you please rise, remove your hats, and direct your attention to the flags above the scoreboard and in the stands. Please welcome back to Penguin's Own, Mr. Jeff Jimmerson, with the singing of our national anthem. Oh, say can you see, by the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, Gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, O'er the ramparts we watched 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 В первой игре финала Кубка страны 2016 года. Играет сегодня Дайню Зубрус, и причем про то, что он не играет, сказал сам Зубрус, а про это никто не говорил, включая Дебуэра. И говорили, вот Ньета вернется, а больше никаких изменений, и в тройках изменений не будет. Правда, в итоге Ньета вернулся не туда, где играл Зубрус, вот на ваших экранах сейчас главный тренер. Сан-Хосе Шаркс Петер Дебуэр был. Давайте, наверное, о том, как выглядят тройки, пока ничего серьезного не происходит. Соответственно, вот я сказал, что у Сан-Хосе изменили сочетание. Соответственно, Ньета сегодня играет с Крисом Кьерной и Жоэлем Уордом в третьем звене. А Мелкил Карлсон, который играл в третьем звене в предыдущем матче, играет с Ником Споллингом и Томми Вингелсом в четвертом. Первое и второе звено Сан-Хосе, я думаю, большинство болельщиков хоккея знают. Если не знают, Джо Торнтон с Томасом Хертлем и Джо Павелски, и Логан Кутюр с Патриком Марло и Йонасом Донским. Это тройки нападения у Сан-Хосе. Марк Эдуард Власик, Джастин Браун первая пара защитников. Пол Мартин с Брэндом Бернсом вторая, хотя, наверное, исходя из реалий, скорее первая. Брэндон Дилан и Роман Холлок в любом случае третье сочетание. Мартин Джоун в воротах, Джеймс Раймер в запасе. Это Сан-Хосе, ну и Питтсбург где-нибудь. На следующий пар. Ну и пока, да, и по первому матчу было достаточно много вопросов, как оборона Питтсбурга будет справляться с нападением Сан-Хосе. Два первых звената зачитала. Действительно, серьезная угроза для любого соперника. Сан-Хосе и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Ну и первый матч в некоторой степени дал ответ на этот вопрос, потому что действительно вопросов достаточно много. Травмирован Дейли, который бы безусловно усилил оборону Питтсбурга. А так Литанг Думалин, Ловджой Мата и Шульц Кол в первой игре, ну, со своими задачами справились. То есть две шайбы пропустили, но в современном хоккее две шайбы вполне нормально для обороны. Плюс не будем забывать, что Сан-Хосе такая большая, хорошая, тяжелая, западная такая традиционная команда. И в этой ситуации оборона Питтсбурга справилась с тяжелым нападением Сан-Хосе. Четвертое звено на льду у Питтсбурга. Собственно, пара защитников, только что Александр Хаванов вам позначил, так что давайте и тройки нападения вам тоже назову. Сейчас Сидни Кросби с Патриком Хорнкестом и Конором Шири. Ник Банина с Карлом Хегелином и Пилом Кесселом. Евгений Малкин с Крисом Куницем и Брайаном Растом, о котором ишла речь, что он, может быть, не сыграет и тогда на его месте был бы Эрик Ферр. А так Ферр остался в четвертом звене вместе с Мэттом Калленом и Томом Кюмха. Собственно, заявка Питтсбурга на эту игру. Майк Салливан, главный тренер команды. Ну и у Питтсбурга в первом матче получалось достаточно много. И три шайбы, все три шайбы фактически в атаках схода. Первые две уже непосредственно в прямых атаках. Победная шайба за две минуты с небольшим до окончания третьего периода. Больше атака вторым темпом, но тоже не позиционная атака. Атака с подключением защитника и великолепная передача от Крисов и Танга под завершение Нику Банино. И такая, я бы сказал, легкая кавалерия Питтсбурга в первом матче свое слово сказала. И, соответственно, Раста, Шири, Банино забросили шайбу. Ну а Хегерин, Куниц были одними из самых заметных нападающих Питтсбурга по первому матчу финальной серии Кубка Страны. Встретились сейчас первые звенья на льду у команды. Так, в общем, встретились достаточно удачно для гостей, потому что первое звено Сан-Косе сумело было запереть в зоне соперника. И контролировали шайбу до тех пор, пока неудачную попытку броска Марк Эдуард-Классик не исполнил. И таким образом не дал шанс Патрику Хорнкесту шайбу перехватить и вывести. А так очень и очень прилично для игры. Пять на пять контролировали шайбу в чужой зоне сейчас гости. Вот, собственно, на вашу экрану сейчас повел Титер. Это будет большая и одна из основных задач для обороны Питтсбурга это справляться с большими нападающими Сан-Хосе на собственном лицевом борту. То есть Сан-Хосе и игроки, и тренеры говорят, что они уделяют достаточно много внимания игре на бортах. И одна из команд, которая очень уверенно себя чувствует в этой борьбе, плюс могу сказать, что мы называем лидеров Запада такими большими и тяжелыми командами. А ведь сегодня, правда, нет Зубруса. Семь игроков в составе Сан-Хосе больше ста килограммов. Дилан, Зубрус, Марло, Томтон, Уорд, Поллок и Бернс. Для сравнения, в составе Питтсбурга таких игроков, игроков такого размера просто нет. И поэтому понятно, что бороться будет тяжело. Плюс, опять же, Сан-Хосе команда, которая великолепно использует защитников в чужой зоне. И поэтому блокировка бросков будет во многом определяющей. Для Питтсбурга просто не позволять защитникам Сан-Хосе доводить шайбу до ворот, когда есть такая возможность. HBK-Line на льду у Питтсбурга. Хагелин, Банин и Кессел. Звено, которое можно считать третьим, если очень хочется считать, что Малкин играет во втором звене. Но, по сути, это как минимум второе звено, потому что по результативности ни звено Кросби, ни звено Малкина рядом не стоят. Не стояли в регулярном сезоне и, собственно, не стоят и в плей-офф. Под 50 очков в плей-офф, под 90 очков в последних 30 примерно матчах. То есть так в среднем за игру около 3 очков это звено набирает. Бывают матчи, как седьмая игра, например, с Тампой, где нет таких совершений. Но эти матчи лишь подчеркивают, что, в общем, кто-то еще должен у Питтсбурга очки набирать. А так HBK-Line по первым буквам фамилии Хагелина, Банина и Кессела безусловно одно из преимуществ Питтсбурга с точки зрения того, что у Питтсбурга есть еще и такое звено. А у Сан-Хосе все-таки при всем уважении к набору нападающих таких креативных, как принято нынче говорить, звеней все-таки скорее два чем-то. Ну и можно добавить, что звено это в таком виде появилось как раз при Майке Сареване. Его вот в предыдущем эпизоде крупно показывали вам. Тренер Питтсбурга, который занял позицию главного тренера этой команды посредине сезона. И действительно, на самом деле начало-то получилось очень непростое у Саревана в роли главного тренера. Но потом самая эффективная команда национальной хоккейной лиги после Нового года. Это именно Питтсбург. Великолепный результат. И вот одно из достижений этого тренерского штаба Питтсбурга, безусловно, звено Банино. Это Хегерин, Банино и Кэссел, которые исключительно результативны. И в предыдущем матче на счету нападающего этого звена, центрального нападающего, Ника Банино, победная шайба в первой игре финала Кубка Стерна. Кстати, нюанс про то, что Питтсбургу надо справляться с атакой Сан-Хосе, здесь и обратное верно, потому что довольно любопытный факт, что Питтсбург стал за весь сезон вместе с регуляркой лишь третьей командой, которая сумела нанести по воротам Сан-Хосе больше 40 бросков за матч. То есть это все-таки весьма и весьма показательно, с учетом того, что количество матчей в районе сотни, что это случилось только третий раз. И до этого оборона Сан-Хосе такой шквал атак по своим воротам и бросков не допускал. Самая опасная смена Питтсбурга, наверное, вот сейчас на шестой минуте первого периода. Были и другие полумоменты, но вот здесь могло завершиться и полномасштабным голевым моментом, если бы дошло дело до бросковки, тачка уже завершения атаки. Один из самых заметных нападающих. Ну, и тройка вся заметная была в первой игре. Хонгвест, Кроссби и Шири. Отметились они одной заброшенной шайбой. Основная задача для Косе будет каким-то образом пытаться сбивать скорость нападающих Питтсбурга в средней зоне. Для этого можно попробовать контролировать расстояние до нападающих шайбой. Но Питтсбург очень часто, и можно посмотреть, они это в некоторой степени, потому что Майк Салливан работал в Чикаго. Они это у Чикаго забрали как раз у защитников. Можно посмотреть, будет защитники очень часто с места отбора в средней зоне, да, отправляют шайбу, ну, условно говоря, так на место, на пустое место, отправляют за спину защитникам, и там нападающие, крайне нападающие Питтсбурга, уже чистой воды соревнуются в скорости. И когда это получается, то справляться с такой атакой, с атаками схода Питтсбурга, очень и очень непросто. И мы видим сейчас действительно первая хорошая смена в исполнении хозяев площадки, которая закончилась моментом у ворот Мартона Джонса. Ну, а сейчас Сан-Хосе отвечает своей атакой, и Йонас Донской, финский нападающий Сан-Хосе, завершал усилия партнеров своим броском по воротам из достаточно выгодной позиции. Естественно, вы знаете, нет, но... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Позади рекламный антракт по-прежнему без заброшенных шайб Стартовая треть периода Сегодня же ночью в США, кстати, стартует и финал второго по значимости хоккейного мероприятия Который относится к профессиональному хоккею в Северной Америке Финал американской хоккейной лиги И там до некоторой степени ситуация схожа с тем, что мы имеем здесь Потому что Питтсбург, ну Питтсбург сложно назвать самой титулованной командой Тем не менее Питтсбург одна из наиболее сильных команд последних двух, трех, четырех десятилетий Наверное, да? Ну, может быть, четырех, разве что, перебор Что касается Сан-Классе, команда впервые в своей истории имеет шанс завоевать Кубок Стэнли Вот примерно то же самое и в АХЛ, где фарм-клуб Вашингтона Херши Бирс, команда, которая выиграла уйму всего А Лейкерри Монстерс, команда, которая и фарм-клуб, и не очень сильного клуба Калабус Блю Джекетс ныне Но вот у нее как раз никаких свершений не было Могу сказать, да, что это третий финал В пост-локаутную эру для Питтсбурга И такие же результаты у Чикаго А вот, а так, то есть один из самых успешных клубов национальной хоккейной лиги Вот именно в пост-локаутную эру И причем один Кубок Стэнли в это время у Питтсбурга уже есть В ростере семь человек, которые были на ростере Питтсбурга в 2009 году И, соответственно, играли в финале Кубка Стэнли и выигрывали Четвертое извение сейчас на льду у обеих команд Спойлинг Вингелс и Карлсон на Усан-Косе Кюнхакль с Калином Эфером У хозяев Карлсон дотащил шайбу до чужой зоны Пробросил здесь и быстрый Карлсон, и Томас Вингелс Человек, который, ну, в таком упрощенном восприятии того, что должно быть в четвертом звене Человек идеальный для этого звена Потому что он на самом деле способен играть и во втором, и в третьем И во втором большую часть прошлого сезона Ну, во втором-третьем играл и имел, кстати, очень приличные показатели Но вот в этом году результативность упала И поэтому как раз он больше к своим таким более привычным обязанностям Человек, который вот еще есть роман-колог у Сан-Косе То есть это люди, у которых, если стоит такая задача, а еще и настроение подходящее То 10 хитов за матч это не чудо-чудное, а просто хороший результат 10 за матч В этом отношении я говорил, что к обороне Питтсбурга может быть действительно много вопросов Причем они еще и немножко в непривычной для себе ситуации Когда очень большие и сильные нападающие У соперника таких команд в Восточной конференции просто немного Что касается обороны Сан-Косе, то она куда более сбалансирована Здесь есть и Марк Эдуард Власик, да, защитник, который в заявке на Кубок Мира И чемпион Олимпийских игр уже сам по себе, то есть давно проживший Такой хороший защитник оборонительного плана Вместе с Броном они формируют основную такую пару оборонцев Которые закрывают лидеров соперников Есть Бернс с Мартином, тоже исключительно опытная пара Которая при надобности в состоянии играть против лидера соперника И есть такие хорошие 100-килограммовые кувалдочки Типа Полока и Диона Которые тоже имеют лимитированное игровое время Но спуску не дадут никому, если будет такая возможность Быстрая атака Петтбурга Второе, ну или третье звено на льду Суть не в этом Тройка Евгения Малкина И Малкин пытался завершить броском эту атаку Как следует не получилось Кстати, сравнивая Диона с Полоком Тут любопытно, что Дилан, ну все-таки кто-то, да Ты говоришь, на Западе Ну на Западе, да, действительно с такими тяжело Но Дилан, по крайней мере, переехал с Запада Потому что он в результате обмена очутился в итоге в Сан-Хосе Поиграв в Далласе И вот там его воспитали А потом, когда в Далласе появились уже более результативные и нацеленные на атаку защитники Выяснилось, что Дилану места нет И вот он перебрал в Сан-Хосе То есть такая А Полоком взяли с Востока Вот зачем Потому что они разными путями очутились в составе Сан-Хосе И хороший шанс для Куница Второй бросок его сегодня Первый был несколько минут тому назад И он был фактически от борта Там пусть и в створ пришел Бросок, в общем, особой остроты не было Ну а здесь позиция располагалась С учетом того, что Куница один из людей Который, если как следует бросит Большой долей вероятности забросит Это был едва ли не лучший момент у Питтбурга вообще За эти 10 минут И такая продолжительная смена для Дилана Малкина Сейчас получилась Причем она так и разбилась Вбрасыванием на две части Но тем не менее Два очень неплохих момента Тройка нападения Малкина создала У ворот Мартина Джонса И сначала сам Евгений Малкин атаковал Находясь прямо перед воротами В такой средней дистанции И потом еще он же создал момент для Криса Куница А вот этот выброс, да Вот это то, что я имел в виду Это как раз из Чикагской Книжки современного хоккея Когда защитники очень часто Кому интересно, просто понаблюдайте Это уже не первый раз в первом периоде С места отбора вперед за спину защитникам И там два крайних нападающих С защитниками Сан-Хосе будут соревноваться в скорости Мэтт Калин в итоге появился на льду Уступив место Малкину в тот момент Когда его партнера по звену Кенуха Калиуфера уже фактически смену завершили Поэтому сейчас у Питтбурга такое Смешанное сочетание Калин из четвертого звена И Хеглин с Кеселом Соответственно два крайних нападающих У которых центр банина Но ему просто еще пока не хватило времени выйти Кесел АТК Калин из четвертого звена Калин из четвертого звена Десять бросков сообща к этому моменту Они нанесли командой Семь из этих десяти Это броски Питтбург Пингвинс Но причем из этих семи пять Это два человека Вот как раз момент с броском Куница Который не считается за броском в створ Потому что Куница попал в остров ворот Но это лишь подчеркивает Как близок он был к тому чтобы забросить Так вот соответственно у Куница Два броска в створ И вот эта вот крестовина И три броска у Кесел То есть она всю остальную команду два Ну что касается Что касается предыдущей игры Получается так что великолепный момент был у конкурса Вот хотел отметить Почему Сидни Кросби в этой встрече В этой серии вообще будет иметь Его игра будет иметь колоссальное значение Для Питтбурга Это потому что он как раз на бортак Играет и сохраняет шайбу очень-очень здорово Даже против больших защитников Сам Хосе это было заметно В первом матче этой серии И сейчас он великолепную Такую коротенькую передачу На ближнюю штангу Отдавал на конкурса И там в неразберихе шайба могла Могла попробовать просочиться В ворота Сан-Хосе И так вот начало было Я бы сказал Ну осторожным его назвать трудно Но тем не менее без опасных моментов А так вот в середине периода Команды раскочегарились И вот в последние несколько смен Так уже хорошие моменты Один раз попали в штангу игроки Питтбурга А так и Сан-Хосе отвечал достаточно опасными А так и пошли Пошли моменты во втором матче При этом если по броскам Ощутимое преимущество у Питтбурга То по силовым приемам Безоговорочное преимущество у Сан-Хосе Ну собственно это лишь подтверждает То о чем уже ты говорил Но весьма-весьма ярко подтверждает 13-6 силовые приемы К настоящему моменту Вот за эти 11,5 минут 13 хитов у Сан-Хосе И 6 у Питтсбурга И не скажешь что 6-то это в общем слишком мало Просто 13 Это впечатляющее число Да я опять же не договорил в предыдущем эпизоде То что ты говорил о том что Питтсбург очень много бросал по воротам Сан-Хосе Непривычно много бросал по воротам Мартина Джонса В первом матче этой серии И сейчас ситуация повторяется Когда в первом периоде и в третьем периоде Питтсбург перебросал гостей Причем значительно перебросал А вот во втором периоде такой спресс активности От Сан-Хосе был при счете 0-2 А они играли и более нацелены на ворота И таким образом сумели сравнять счет перед третьим периодом Отыграв дефицит в две шайбы А сейчас первое удаление Шайба покинула пределы площадки От клюшки защитника Это Пол Мартин Который пять сезонов провел в Питтсбурге Как раз и только в этом В этом межсезоне перешел в состав Сан-Хосе А так пять сезонов подряд защитил цвета Питтсбург Пенгвинс Из 15 шайб в большинстве Которые в этом плей-офф забросил Питтсбург Дома было заброшено 7 То есть на выезде 8 И поэтому дома даже несколько хуже На выезде у Питтсбурга почти 29% Реализация лишнего дома 18 Впрочем 7 и 8 довольно близкие числа Первая спецбригада большинства появляется у Питтсбурга Здесь собственно каких-то изменений быть и не могло Они если могли случиться То касались бы исключительно второй спецбригады А в первой тут и Кросби, и Малкин, и Кесел, и Хорнкер Если ты вместе с ними лета Для болельщиков Питтсбурга вообще как у Ксиона звучит Так очень сложно пытались войти в зону Причем без скорости Две поперечные передачи В районе синей линии Ну и в результате Игроки Сан-Хосе сумели выкинуть шайбу Из собственной зоны Но Питтсбург повторно забрался Сделал это достаточно быстро И установил контроль над шайбой В зоне Сан-Хосе Малкин и Летанг на синей линии Кросби переводит на Летанга Который потихонечку так Закатил в круг вбрасывание И оттуда хотел нанести бросок Бросок этот накрыли Вторая минута большинства пошла Соответственно тут вопрос Сейчас ли будут меняться Да, сейчас будут меняться Хоккеисты Питтсбурга Вторая спецбригада у Питтсбурга Она несколько более вариативна То есть там иногда меняются люди Особенно защитники И там с Сайском уже не 4 нападающих И один защитник, а 3-2 Конор Шири Вместе с Ником Банино И Крисом Куницем И обычно, чаще Шульц Демулет Думаем, да Брайан, думаем Так и есть Причем Шульц Великолепную игру провел Предыдущую Отметился результативной передачей Сейчас он бросает поворотом Четвертый номер Питтсбурга провел на льду Почти 19 минут Это максимум его В составе Питтсбург Пенгинс Со времени его перехода В эту команду Нету Трайвера Дейли У него повреждения Причем такое серьезное повреждение Велика вероятность Что в этом сезоне Мы его Больше не увидим И это определенное требование К другим игрокам Выдвигает В частности К Шульцу Который очень неплохой Предыдущий матч провел Ну и Шульцу Который как раз до обмена И играл больше И атаковал больше Да В предыдущей команде Он воспринимался Как ведущий защитник Поэтому там 19 минут Что-то мало отыграл Мало было, да Да, да, да То есть там он проводил Больше Больше 20 минут Для него было Совершенно нормальное Игровое время А вот при переходе В Питтсбург Его игровое время Упало Сейчас его Как раз Крупным планом Показывают И в предыдущей игре 18 минут И 53 секунды На площадке Провел этот защитник Бисбург Пенгвинс И отметился Результативной передачей Правда Пока В розыгрыше Кубка Стэнли Для него Во-первых Это первый розыгрыш Кубка Стэнли Для него 10 сыгранных матчей И пока Заброшенных шайб нет Три результативных передачи Последние из которых В предыдущем матче Последние секунды Игры в неравных составах Сказать, что Многое совершил Питтсбург Зная, как хорошо Питтсбург умеет играть В большинстве Будет преувеличением Но, тем не менее Первая спецбригада И вторая Довольно подолго контролировали Шайбу в чужой зоне Близки были к тому Чтобы загрузить работу Мартина Джонса Но в итоге Как раз Джонс более или менее Остался Без Тяжелой работы И моменты остались Такими все больше Потенциально Ну да Что касается контроля Шайбы Вроде у Питтсбурга он был Но С большим трудом И в зону входили Подопечные Майка Салливана И довести дело До такого хорошего Нацеленного Решающего Оброска не получилось Был очень неплохой момент У Литанга Но там после его оброска Шайба прошла мимо ворот Первое звено На льду У Сан-Хосе Тортон С Картлем И Павелский У Питтсбурга Хегелин Банина И Кесл Очень близко К своим воротам Все пять игроков Спускаются Пять игроков Питтсбурга И вот Судя по звуку Хертель В штангу Сейчас попал В штангу Да После броска Хертла Попала Шайба Хертл В предыдущем матче Отличился Причем произошло Это Ну в большинстве Такой наброс на ворот И сейчас Хватается за шлем 48 номер Сан-Хосе Действительно Момент был Очень и очень Неплохой И чуть-чуть Точности не хватило Броску Хертла Мортика 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 Субтитры делал DimaTorzok За две минуты большинства Питтсбург в итоге нанес один бросок в створ ворот. И бросок этот, на счету, правильно думали, а так 10 бросков у Питтсбурга набралось, и вот из них только один пришелся на эти две минуты большинства. И дальше как раз тот самый Шанс Кертли, который оборвался на попадание шайбы в штамп. Ну, справедливости ради, там и пространство было очень немного, и достаточно острый угол был у чешского нападающего Сан-Кассер для того, чтобы попробовать попасть. Ну, и в ближнем углу был Мюррей. То есть, получается, что сходство, безусловно, есть с моментом Куницы, но если бы Куницы попал, то был бы на 99% уже гол. А в случае с Кертли еще совсем не факт, потому что как раз в ближнем углу этот бросок и поджидал Мюррей. Просто позиция для броска у Куницы была куда более убойная. Здесь Борщина удачу бросал Хертл, и в предыдущем матче это сработало. Он выкидывал шайбы на пятак, и в большинстве это было. И забросил первую шайбу Сан-Хосе, причем не только в первом матче, а вообще в финалах Кубка Стэнли. Потому что для команды из Калифорнии, для Сан-Хосе Шаркс, это первый финал в истории команды. А команда существует с 91-го года. Он четверть века, да. Это первый 92-й год, первый сезон. И причем, что интересно, в сезоне 91-го 92-го года, когда Сан-Хосе дебютировали в национальной хоккейной лиге, цвета этой команды защищал нынешний тренер Фитсбурга Майк Салливан. Чуть больше четырех минут еще играть в первом периоде. Первое звено на льду у хозяев. Форн Кест переводит на противоположный фланг и оттуда наброс. Бросок-то совсем не получился, но из этого проблемы у Сан-Хосе получилось гораздо больше. Потому что предсказать, куда шайба двинется, было абсолютно невозможно после того, как ее не совсем удачно Лавджу отправил в сторону ворота. И в итоге потенциально сразу три человека могли что-то сделать с шайбой, добавить, остановить, бросить. Поэтому для Джонса не самый простой момент был после броди бы так себе бросочка от защитника Питсбурга. Ну да, наброс от Лавджа так и не дошел до вратаря Питсбурга, до вратаря Сан-Хосе. Но тем не менее на добивании успел Сидни Кросби и с неудобной руки отправлял шайбу в ворота, в направлении ворот Мартина Джонса. Но с этим броском как раз с вратой Сан-Хосе справился. Четвертое звено на льду у гостей, против них тройка Малкина. Тут как раз вот говорил я о том, что три звена Питсбурга, которые плюсом по сравнению с Сан-Хосе являются с точки зрения того, что таких вот творческих звеньев по Сан-Хосе три не наберется, а наберется два, может быть два с копеечками, но не три точно. А с другой стороны, в принципе, можно говорить, что у Сан-Хосе и предыдущие звенья по порядку, не только четвертое, они все равно все весьма мощные, о чем ты много говорила. Поэтому сказать, что вот у Сан-Хосе вышло четвертое звено и от них не стоит ждать того, что они будут играть активно, да нет, будут вполне себе, потому что и с Поллинг, и Вингелс, и Карлсон достаточно быстрее, при всем том, что физически развиты, особенно Вингелс. Ну и поэтому, что касается обеих команд, кстати, да, то есть команды, во-первых, по этому розыгрыше Кубка страны с рабочими лидерами, которые уровень держат на достаточно продолжительном отрезке времени и во многом обеспечивают результат, и при этом, если вспоминать, то у лидеров и поддержка просто великолепная по этому розыгрыше Кубка страны, то есть что касается третьих-четвертых звеньев, они не так, чтобы часто, но тем не менее, свой вклад в победы, победы обязательно вносит. Так что расслабляться, когда третье или четвертое звено на площадке ни одному из соперников не следует. Были примеры, когда и Зубрус в одной игре набрал два очка в серии против Сан-Луиса и во многом обеспечил победу Сан-Хосе. Ну или, допустим, последний матч, последний матч в серии Тампы и Питтсбурга, где обе заброшенные шайбы, в том числе и победы, на счету Раста, да, а лидеры в этом матче, как бы, очков особо не набирали. У Питтсбурга в списке новичков, конечно, больше, чем два человека, но вот Брайан Расс, человек, который четыре матча подряд набирает очки, три матча подряд забрасывает дубль в седьмой игре, забросил в первой игре уже, соответственно, финала. И он человек, который в Питтсбурге в самом был назван лучшим новичком, ну то есть внутри команды лучшим новичком сезона. Другой стороны, есть еще Конор Шири, то есть это два человека Шири, который по ходу сезона далеко не сразу попал в первый звенок Кроссби, так, чтобы играть с ним постоянно. Но по ходу сезона, и в том числе как раз появлением Салливана, количество времени, которое Шири проводил с Кроссби, оно так потихонечку подрастало, а потом все-таки перешло каким-то вот рывком количества качества, и в итоге Конор Шири играет постоянно с Сидней Кроссби, то есть по сути играет в первом звене национальной хоккейной лиги. Не в первом звене Питтсбурга, а в первом звене национальной хоккейной лиги, исходя из того, что Кроссби и кона всего североамериканского хоккей. Ну и тут надо добавить, что Майк Салливан начинал сезон в качестве главного тренера фан-клуба, и действительно такие знаковые ребята для Питтсбурга, для этого сезона появились в составе, то же самое Брайан Рафф, которого мы отмечали, Конор Шири, о котором ты говорил, Том Кюнхакл дебютировал, получается, 9 января в матче против Монреа, То есть действительно появились ребята, кроме обменов, как тот же самый Хагелин или Джастин Шульц, которые тоже пришли по ходу сезона, уже когда Салливан был главным тренером, и в этом отношении команда стала и играть по-другому по сравнению с началом сезона, заметно быстрее, и мы видим, что после смены главного тренера, я утверждал, что Питтсбург самая успешная команда национальной хоккейной лиги, после Нового года, во многом это заслуга нового тренерского штаба, ну и добрались до финала Кубка Стэнли, выиграли уже Восточную конференцию, так что очень неплохой результат для команды, плюс и в первом матче, что тоже очень важно, сумели победить в очень непростом для себя матче, и вышли вперед в серии, а команда, побеждающая в первом матче, ну выигрывает Кубок Стэнли, там более чем в 80%, в 75% случаев. Да, если брать последние годы, я вот специально как раз выписал, потому что это очень впечатляющие цифры, 5 из 6 в последних случаях, вот, кто выиграл первый матч финала, тот и выиграл. Хотя здесь, конечно, в первую очередь логика, кто выиграл первый матч, он уже ведет счет. Последняя минута стартового периода, и после некоторого затища с бросками по чужим воротам у Санхосовича довольно приличная атака получилась. И снова, да, первые звенья на площадке, причем сейчас Малкин вместе с Кросби в последней минуте находились на площадке у Питтсбурга с Хонхвистом. А так, в первом матче Пит де Борг постарался уйти от этого противостояния первых звеньев, но все равно полностью уйти от него не получится, и сейчас первый период заканчивали первые звенья друг против друга, создавая моменты, и неплохо им это удавалось. Тридцать один силовой прием, семнадцать бросков, ноль заброшенных шайб, так что все голы впереди. Перерыв. Не за горами второй период матча номер два финала Кубка Стэнли 2016 года без заброшенных шайб первые двадцать минут, тридцать два силовых приема, из которых восемнадцать у Санхоса. Одно единственное удаление и то технического свойства за выброс шайбы за пределы площадки, и одиннадцать шесть по броскам в пользу Питтсбурга. По поводу игрового времени у нападающих, если смотреть Санхоса, семь с половиной минут отыграл повец, в повелске почти семь Джо Торрентон, это еще кроме них только один человек так много провел времени на льду, Томаш Хертель, которого тоже семь с лишним. У Питтсбурга, если смотреть нападающих, здесь все куда ровнее, за вычетом Малкина, Хорнкеста, Кеселы и Кросби. Но здесь вспоминаем то, что они играли еще и в большинстве, поэтому у Малкина набралось семь пятнадцать, у Хорнкеста шесть, у Кеселы почти восемь, и у Кросби без нескольких секунд семь. У защитников, соответственно, у Пола Мартина вообще за восемь минут, у Власико семь, у защитников Питтсбурга ровно восемь. И думали она, и без трех секунд половину периода отыграл Крис Литан, где пятьдесят семь. Впрочем, он последние пары сезонов так, собственно, и играет. Другое дело, что вот он стал играть еще больше после тех серьезных проблем со здоровьем, которые были, это знак вроде бы против логики, но мне кажется, что отчасти это еще и по причине того, что сегодняшняя линия обороны Питтсбурга, она просто настолько Литанго-зависима в хорошем смысле, и настолько значимая роль у него, может быть, по сравнению с предыдущими годами даже, что поэтому он и играет. Сколько может, и еще чуточку, и еще чуточку. Есть такая очень интересная статистика по игровому времени Криса Литанго. В 12 из последних 13 матчей он отыграл больше 27 минут. И сегодня тоже так уверенно движется по графику почти 10 минут за первый период, чтобы перевалить через отметку в 27 минут за матч. Тут еще не надо забывать, что я угрозил, что Тейли получил травму, и он мог бы тоже как бы защитник похожий относительно стиля с Крисом Литаном, который очень много катается, очень много поддерживает атаки. И если бы он был в составе, то, возможно, вот эта вот нагрузка игровая у Литанго была чуть-чуть поменьше. А так, если вспоминать кубок Стэнли этого 2016 года, то, конечно, Литанго из общей картины защитников Питтсбурга выпадает, очень много и полезно действует. И в предыдущем матче как раз он ассистировал Нику Банино, который забросил победную шайбу в третьем периоде первого матча финала Кубка Стэнли 2016 года. Первое звено Питтсбурга. Крозвис Шири и Хуан Креста против Логана Кутюра с Патриком Орло и Йонасом Донским. Логана Кутюра, который такой незаметный, но, тем не менее, абсолютно точно герой для Сан-Хосе. Особенно с учетом того, какой непередаваемо, наверное, даже можно сказать, омерзительный выдался у него регулярный чемпионат в его первой половине. Потому что одна серьезная травма, после которой ты выходишь на лед и затем сразу же получаешь вторую, причем вторая, ну, такая сложно поддающаяся вообще логике обычного человека, если брать не спортивные события, когда хорошо еще, что выяснили, что действительно кровотечение у него и вовремя сделана операция. Одна, вторая серьезная травма. И после этого, в общем, разговор-то был о том, что сможет ли он просто выйти на свой уровень, а человек вышел на уровень, на котором, собственно, может быть, даже еще и не бывал, потому как такой результативности, какой он показал в этом плей-оффе, у него еще никогда нет. Ну и добавил, добавил нападение, прямо скажем, Логан Кутюр в особенностях плей-офф. Здесь, знаешь, как такая, с одной стороны, да, пропустил большую часть первой половины сезона, но сейчас плей-офф заметно свежее всех остальных. То есть здесь при желании можно найти и определенные положительные вещи в том, что Кутюр пропустил значительную часть этого регулярного чемпионата, но зато сейчас в плей-офф, когда нужной его команде исключительно полезен 8 заброшенных шайб, 17 результативных передач, 25 набранных очков и результативная передача в первом матче финальной серии Кубка Стэнле. Повтор моментов с участием лидеров Факул, Торотена и Павелски. Ну и как раз пока в финале один матч сыгран, но они-то как раз были не особо заметны. Керпул забросил шайбу в большинстве, но, безусловно, болельщики Сан-Хосе ждали большего от своего первого звена. И от их игры будет зависеть, очень серьезно будет зависеть результат Сан-Хосе. В принципе, это то же самое можно сказать и про Питтсбург, и вот это соревнование лидеров команд, оно никуда не уходит. И так по серии в первом матче вроде как это не особо сказалось на результате, но, тем не менее, рассчитывать на то, что всю серию вытащат нападающие там третьего, четвертого звена не приходится ни у Сан-Хосе, ни у Питтсбурга. Малкин с Растом и Куницем появились у Питтсбурга, забрали в чужую зону, и теперь за воротами Куниц подъехал помочь Брайану Расту в борьбе с одним защитником и одним нападающим соперника, с Диланом и Уордом, соответственно. Две минуты позади во втором периоде. Так, в углах тяжеловато нападающим Питтсбурга, это заметно. Здоровые, большие игроки Сан-Хосе, и сейчас мы говорили о том, что есть первая пара у Сан-Хосе, и это Власик с Аброном, которые будут, которые будут, скорее всего, играть против звена, против звена Сидней Кросби, а значит, Евгений Малкин со своими краями, с Куницем и Растом, будет получать такую хорошую порцию, скорее всего, Поллока и Дилана. Я говорил, что большие защитники, и выбраться из углов с шайбой в такой ситуации очень и очень непросто. И сейчас как раз такая ситуация, да, то есть звено Малкина против пары Поллока и Дилана. Очень много столкновений, очень много силовой борьбы в углах площадки, и не всегда в такой ситуации получается. И сохранить шайбу, и тем более найти партнеров на ударной позиции. Рик Токет сейчас был на ваших экранах, который объяснял Малкину с Куницем какие-то нюансы. Рик Токет один из помощников в Питтсбурге, у Майка Салевна, Рик Токет Джак Мартен. Два основных помощника, а у Петра Дебуэра людей побольше в заявке. Это и Боб Бугнер, и Стив Спотт, и Йохан Хедберг, который, понятно, с вратарями работает Иден Дэрл. Сейчас четверка звена в Сан-Косе, очень хороший момент, создали у Питтсбурга. Да, то есть опять же атака с хода, и там Мартину Джонсу пришлось выручать свою команду. Но справился уже без клюшки в ближнем углу, и потеряв равновесие, находился на линии ворот. Вратарь Сан-Косе, но свою команду сумел выручить. Донской догнал Мяту и фактически продолжил атаку Сан-Косе, в которой до того ничего не было, а потом, после того, как удалось накрыть защитника Питтсбурга, едва не вырос из этого опасный момент. Впрочем, едва не урос, потому что в итоге все-таки не урос. Первое звено Питтсбурга. Кросс безхорсты, мы шире против Кутюра с Марло и Донским. Собственные сочетания именно эти и начинали. Второй перьем. Проброс фиксирует Лайнсман. И несмотря на то, что в этой ситуации Конор Шири успевал к шайбе первым, нам как раз повторяют опасный момент, который был у ворот Сан-Косе. Вот здесь добивание. Добивание, причем уже без клюшки в ближнем углу. И на щитках находился вратарь. Вратарь Сан-Косе, но сумел плечом среагировать на бросок нападающего Питтсбурга. Просто гибридный проброс фиксируется не фактически по касанию шайбы, а вот по пересечению линии, которая между точками вбрасывание, воображаемой линией между точками вбрасывание. Именно тогда Лайнсман принял решение, что это был проброс. И поэтому и совиснул. Остановил игру. Не удалось Сан-Косе задержаться в чужой зоне так, чтобы хоть как-то использовать то, что Питтсбург не мог поменять свое звено. Четыре минуты позади во втором периоде. Четыре броска за это время нанесли команды в створ ворот. По два на каждую. Ну, а бросок Хертл сейчас лучший из них, ну, лучший, по крайней мере, из тех моментов, которые были у Сан-Косе, потому что работа, которая была у Джонса, была такая особняком. Немного работы было, по большому счету, в первом периоде и у того и другого голкипера, особенно в стартовый минут 8-9. И вот этот момент, который достался Джонсу, в общем, был такой особняком. Да, пожалуй, это пока единственный такой хороший момент для взятия ворот, где нападающему надо было постараться просто поточнее попасть в дальний угол. И возможность для этого была, но не получилось этого сделать. И в результате ворот Сан-Косе сумел ликвидировать опасный момент. А сейчас вот у Хертла была похожая ситуация из-за ворот. Очень здорово, кстати, под воротами действует именно этот нападающий Сан-Косе Шаркс. И в предыдущем матче забросил шайбу тоже, просто выкидывая шайбу на пятак. А сейчас из-за ворот, с разворота, на длине клюшки пытался отправить шайбу в дальний ворот. В дальний угол ворот Питтсбурга попал в штангу, насколько я понимаю. Четвертое звено появилось сейчас на льду у Сан-Косе. Правда, недолго успел провести в этой смене на льду. И сейчас уже появятся другие люди. Первое звено по лойке должно выйти у Питтсбурга, наверное, вслед за звеном Малкина появится Банина с Хагелиным и Кеселом. Ну вот, повтор момента, когда из-за ворот, уйдя от Банина уже фактически, но и потеряв равновесие, Хертель, тем не менее, переправил шайбу в дальний угол. И близок был к тому, чтобы открыть счет в этом матче. Была статистика после первого периода, да, статистика потерь. Пять потерь у Питтсбурга было. В первом периоде три потери у Сан-Косе. И сейчас как раз вот из такой потери Банина на собственном лицевом борту чуть было не выросли неприятности для Питтсбурга. Чуть-чуть точности не хватило броску Тома Шахерпуа. Калин бросал. Донской отпустил от себя шайбу. И это дало шанс защитнику Питтсбурга выбросить ее из зоны. Так что Сан-Косе, у которого, по крайней мере, так визуально складывается впечатление по этим шести минутам, с контролем шайбы во втором периоде никаких проблем нет вообще. Ну и в предыдущей игре второй период для Сан-Косе получился самым успешным. Две заброшенные шайбы, причем в той ситуации, когда команда была вынуждена отыгрываться, проигрывая две шайбы после первого периода. А так вообще, вообще сыграно всего один матч в финальной серии. Но тем не менее первый безгрейной период мы увидели в этой серии. И это первый период второго матча. Как во всех остальных, во всех трех периодах первой игры заброшены шайбы. Были, ну и сейчас очередная атака Питтсбурга, после которой шайба оказывается перед воротами Мартина Джонсона. Но это фактически даже не бросок по воротам. Сен-Корриде-биттсбурга, за счет за치면서 пресс-призак. Игро сейс-призак. Субтитры делал DimaTorzok 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 Сан-Хосе Субтитры делал DimaTorzok 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 Такой продолжительный отрезок Первая спецбригада Питтсбурга провела Причем провела хорошо С большим количеством бросков От удаления Пола Мартина Остается совсем чуть-чуть И здесь уже вторая спецбригада Тоже сумела под занавес Организовать хорошую возможность Для броска Шульца Джастина Шульца За время рекламной паузы Посчитал я и перепроверил себя На самом деле это непростая шайба Эта шайба Кессела При участии Банины и Хегелина Дала 3 очка этому звену И теперь у них ровно 50 вплывет У Кессела стало 19 У Банина, 17 и 14 у Хегелина То есть вот тройка нападения Питтсбурга Причем вторая-третья А не первая Тройка, у которой уже 50 очков В нынешнем розыгрыше Кубка Стана Ну по результативности получается первая На самом деле, то есть Действительно третье звено Которое создает Совершенно конкретное преимущество Своей команде В этом розыгрыше Кубка Стана Все нападающие и полезны И эффективны И как бы хорошую поддержку Обеспечивают звену Кросби И звену Звену Малкина Плюс, опять же, не будем забывать Что в воротах Мат Мерой И ему тоже намного проще Играть с преимуществом И вот первую шайбу Во втором матче Забросили Именно усилиями Нападающих Своего третьего звена Игроки Питтсбурга Хертер с обхода в зону бросал Во-первых, они не в 100% случаев Играли друг с другом Во-вторых Как раз HBK-Line Оно вот как появилось Не то, что по ходу Плей-оффа А по ходу регулярки Собственно, стало давать результат Поэтому как раз Его результат и имеет смысл Отсматривать отдельно Тем не менее Факт остается фактом Кутюр Марло и Дорской Тоже близки по сумме Набранных очков Плей-офф 50 Сейчас Кутюру Кстати, досталось В углу В борьбе с Беном Лауджием Хороший такой силовой прием Применил 12-й номер Питтсбурга Марло отборолся И дал шанс Партнеру нанести бросок Собственно, Кутюр И он воспользовался Мерой момент броска видел Тем не менее Это был бросок в створ И бросок, требовавший Его внимания 12,5 минут Отыграли команды Во втором периоде И уже потихонечку Так, полегонечку Уходит в прошлое Шайба Кеслова Ну, уходит в прошлое С точки зрения того Что уже первые смены После этого отыграли И те, и другие Да, уже и Большинство отыграл Питтсбург После этого После заброшенной шайбы 9-3 по броскам Во втором периоде И в итоге По матчу в целом 20 бросков Створ ворота у Питтсбурга И только 9 у Сан-Хосе Это тоже такая Достаточно удивительная статистика По той простой причине Что я говорил Что Сан-Хосе Вообще большая Большая команда Которая даже В соревновании С очень такими Тяжелыми командами Западной конференции Очень неплохо сохраняла шайбу В чужой зоне И создавала Из этого Много опасных моментов То есть Две заброшенные шайбы В первой игре Они фактически Результат позиционных атак То есть Первая это большинство Но большинство Это, как правило Позиционная атака И вторая заброшенная шайба Марло Это Борьба в углу Бросок от защитника И Добивание После этого А Питтсбург Я вот говорю о том Что да Очень часто С места отбора Отправляют шайбу за спину Защитникам Таким образом Снимают давление И не позволяя сопернику Подолгу Находиться в зоне И как раз Организовывать Позиционные атаки Пока Сан-Хосе Не так уверенно Справляется С С этой особенностью Игры Питтсбурга А как результат Действительно Девять бросков Поворотом За Первую половину Матча Очень и очень Немного Рассчитывать На успех Такой ситуации Исключительно Тяжело Видимо Что да Что Питтсбург Очень неплохо Подготовился К серии К серии Сан-Хосе И пока Скорость В особенности Скорость В средней зоне Нападающих Питтсбурга В этом В этом финале Но куда более Заметное Преимущество Чем Размер И Сила Игроков Сан-Хосе Броском Куница После передачи Малкина Отметилась В прошлой смене Тройка Малкин Куницы Раз Сейчас на льду Кросс Бескорпт Стану шире У Питтсбурга Сан-Хосе Сейчас Когда появилась Такая возможность Он уступил Место Томашу Керкулу Керкулю Скоро Протолкнуть Шайбу По борту Павелский Дальше На Тортона И Тортон Ну Хотел Наверное Сделать Нечто Больше Тем не менее Главное Что шайбу Сохранили В данном случае Перевели Атаку На правый Фланг Гости Все в этой Атаке Хорошо В плане Контроля Шайбы И может Даже Замечательно Но это Все по Периметру И без Каких Либо Шансов Как только Питтсбург Получил шанс Перехватить Шайбу Мета Этим Воспользовался И спокойно Доставили Шайбу В чужую Зону Чтобы с Комфортом Поменяться Лидеры Питтсбургу Уступив Уже В свою Очередь Соответственно Я так понимаю Четвертому Замину А нет Кстати нет HBKL Выходит У Питтсбурга Люди Которые По крайней мере В этом матче Решают Решают Его судьбу И сейчас Могли бы Упорочить Преимущество Питтсбурга Если бы Карл Хегелин Попал Куда целился Попал В штангу По-моему Прозвучало Был такой Звучок После броска Хегелина Так что Велика вероятность Что действительно Попал В штангу Нападающий Питтсбурга Попал Субтитры сделал DimaTorzok По-прежнему 9 бросков в сумме по матчу числится у Сан-Хосе Из этих 9 бросков, причем 2 на счету Романа Поллок и 2 Томаса Фертли Так что на всю остальную команду 5 А что до Питтсбурга, 4 броска в створ у Кесала, 4 броска у Хоркеста и по 3 у Малкина и Кали Повторяю, да, последний момент, который был у Карла Хагелина, ну и статистика Да, они тоже посчитали Посчитали, что ровно 50 очков набирается у этих нападающих, из них 19 заброшенные шайбы Я говорил, что в плей-офф каждая шайба имеет намного большее значение, чем в регулярном чемпионате И в этом отношении, конечно, почти 20 заброшенных шайб Это колоссальное преимущество, я говорю, это формально от третьего звена На пол, как бы по росту Отличная помощь Отличная помощь в нападении Быстрая атака Сан-Хусени, завершившаяся проблемами для Питтсбурга Но так начинавшаяся, как потенциально очень и очень опасная Нет, положение вне игры, где так на грани закатывался Малкин Малкин как лыжник закатывался То есть там даже не то, что ему помешать пытались или там силовой прием провести А просто очень много игроков было в одном таком ограниченном месте площадки И на скорости Малкин прорвался А нам показывают действие Ника Банина Как раз добавление к тому, что ты говорил про 20 шайб, насколько они важны от этой тройки Но вот показывают и как Банина отработал назад для того, чтобы исправить ситуацию В которой, ну, собственно, справедливости ради, они сами себя и поставили Ну да, контратака Сан-Хосеу, которых было не так много в сегодняшнем матче Ну и в концовке вынужден был ловить шайбу на себя Ник Банина и сумел заблокировать бросок в ласика И таким образом отвести угрозу от собственных ворот Не позволив шайбе дойти до Мата Мюрре Который в этой встрече пока безупречен Считаю голевые моменты по второму периоду Ну и было два момента у Сан-Хосе Насколько я понимаю, это вот как раз момент, который был у Херпла Который, когда он попал в штангу И последний момент, который был у Власика Который ликвидировал как раз Ник Банина Заблокировал бросок защитника Сан-Хосе А Питтсбург создал семь моментов во втором периоде Один из которых реализовал И до сих пор очень дисциплинированно действует подопечный Майка Саревана Без ударений Питтсбург во втором матче финальной серии Коскостана 2016 года Я вот сейчас посмотрел, что Мэтт Лиета появился с Полингом и Вингелсом И так получается, вот Лиета сегодня вернулся Последний раз он играл 9 мая Ну не месяц, но три недели фактически его не было Вернулся и при этом играет ощутимо больше, нежели Мелкер Карлсон То есть вот они Третье и четвертое звено на краю взаимозаменимы И вот у Карлсона меньше шести минут, а у Мьета уже больше девяти Так что он не просто вернулся, но и физически явно готов весьма и весьма прилично Но пока, так скажем, на площадке этого незаметно То есть времени он проводит больше Но пока все усилия подопечных Пита Дебора в нападении Сводят на Ньета оборона и вратарь Питтсбурга Ну вот как раз Ньету Сводят на Ньету пока что У Сан-Хосе я согласен, оборона Питтсбурга Но для Ньета это важный момент, что он отыграл больше девяти А Мелкер Карлсон меньше шести Поэтому Получилось просто так, что Ньета И в четвертом звене, и в третьем звене появлялся уже по ходу этого второго периода Ну да, ищут варианты Тренеры и Сан-Хосе в том числе Пока они В этой серии Они не вели Сан-Хосе не вел ни секунды То есть в первом матче были вынуждены отыгрываться со счета 0-2 И сейчас по ходу второго периода снова Питтсбург вышел вперед Контр-атака Питтсбурга После того, как звено Кутюра вроде бы почти довело дело до опасного момента Вот только передача под бросок оказалась не столь опасной, как казалось И в итоге Хегелин с Банино и Кеселом побежали в чужую зону Ну побежал Хегелин с Кеселом, ну и Банино в итоге тоже их догонял Так, еще один проброс, да? Ну вот такие вот быстрые атаки это Питтсбурга Они, хотя Шайба была заброшена в результате как раз Активных действий по отбору шайбы В чужой зоне Но моментов в атаках схода Подопечные Майка Салливана Создавали куда больше, пока реализовать их Не получается Но только у звена Банино Вот сейчас, извиняюсь, я перебью Пока далеко не ушли два крупных плана подряд Было как раз характеризующих людей О которых ты рассказывал Сперва был крупно Дилан Очень и очень впечатляющие габариты А потом Полок Чуточку поменьше Но при этом, я бы сказал, еще и чуточку позлее То есть вот просто их так рядом Сейчас крупно показали Ты про них рассказывал Но когда они обсуждали Вообще варианты финальной серии Как тренеры Как распределять игровое время Между парами защитников И между нападающими Большинство специалистов Сходились во мнении Что как раз противостояние Звена Малкина Против пары Дилан и Полок Может стать решающим Потому что да Действительно Большие защитники И Полок И Дилан С ними на пятаке Где-то в углах С ними исключительно тяжело Но Что касается Контроля шайбы Что касается Движения шайбой Вот здесь Им не так просто И сегодня Как раз уже Так случилось Что именно Два этих защитника В результате Своих действий Потеряли шайбу В чужой зоне В своей зоне И это закончилось Первой заброшенной шайбой В ворота Макна Джонса Первой заброшенной шайбой Во втором матче В финальной серии Кубка Страна 2016 Дилан с Полоком Не услышит Я бы сказал Добавил Потому что перечислил Не самая может приятная Характеристика Но скорость принятия решения У них тоже Несколько Несколько Настолько несколько Что очень ощутимо Несколько Пониже чем Четырех ведущих Защитников команды Две минуты большинства Вот то что требовалось Может быть Для Сан-Хосе Для того чтобы В этом матче сделать Что-то в атаке Хотя бы под занавес Второго периода Потому что Девять бросков До начала Этой смены Было у Сан-Хосе Вот это вероятно Десятый бросок Створ ворот Мэтта Мюррей Всего-то Ян Коул Получил две минуты Шанс для Сан-Хосе С учетом того Что это вообще Первое удаление У Финсбурга Значит я точно Не говорил Про то Как у Сан-Хосе Сан-Хосе Играет На выезде В большинстве В принципе По цифрам Даже лучше чем дома Заброшенные Там и там По девять шайб Но В большинстве На выезде Сан-Хосе Играл просто чаще Ну и в первом матче Одна заброшенная шайба В большинстве Есть И во многом Эта заброшенная шайба Позволила Позволила Сан-Хосе Переломить Ход такого Не совсем удачно Складывающегося Матча Поэтому Пока преимущество Питтсбурга Не так чтобы Комфортное Здесь досталось По визу Джо Павелски В борьбе с Хагерином И это было Причем Питтсбург Уже в этой ситуации Было В меньшинстве Но Не увидели Нарушения В этом В этом эпизоде Судьи Сегодняшнего матча И Поэтому Большинство Для Сан-Хосе Будет Таким Такой Может стать Такой универсальной Палочкой Выручалочкой Как раз Вот в таких ситуациях Когда команде Надо отыгрываться Все-таки Действительно С реализацией Большинства У подопечных Питтер Дебора Очень неплохо В этом В этом розыгрыше Кубка Стэнли Так Ну с Павелским Все в порядке Он на льду Первая пятерка Большинства У Фиттсбурга Мы просто видели Ее чаще И в этой серии И в этом матче Но Первая пятерка Большинства У Сан-Хосе Тоже довольно привычно Может считаться Таким уже Образованием Здесь Безусловно Торнтон Безусловно Павелский Вместе с ними Марло Плюс туда же Кутюр И Естественно Четыре нападающих Один защитник Но и опять же Контуры этого большинства Они вырисовывались Еще в регулярном сезоне Когда Кутюр добавлялся К Торнтону И Павелский Ну вот здесь еще Вариант сейчас С Марло Вот он С Марло Без Марло Ну и в любом случае Конечно же Бернс Одна из ключевых фигур В большинстве Одна из ключевых фигур В атаке Из линии защитников У Сан-Хосе До сирены Атаковал Сан-Хосе Пытаясь реализовать Большинство Минуты 15 секунд На это не хватило Будет еще 45 секунд Со старта третьего периода Немного Но лучше чем ничего 1-0 В пользу хозяев После 40 минут игры Фил Кессел После передач Банина и Хейгелина Обозначил преимущество Питтбол Возвращаемся в консоль Энерджи-центр Через минутку Примерно начнется Третий период Начнется при счете 1-0 В пользу хозяев На девятой минуте Второго периода Фил Кессел При участии Банина и Хейгелина Забросил Единственную Пока шайбу И начнется При этом Третий период При игре 5 на 4 Для Сан-Хосе Правда осталось Времени на большинство Не так много 45 секунд С другой стороны Если выиграть Брасывание И быстро забраться В чужую зону То еще полновесных Как минимум Полминуты будет У Сан-Хосе И поэтому Есть шанс Хорошо начать Третий период Даже если не забросить Команде Команде Которая нанесла У Питтсбурга Здесь как обычно Куда более Куда более Равным Результаты не дает Сан-Хосе 182 поворота Сан-Хосе Да Такая статистика Которую придется Менять Если нужно Исправлять ситуацию Как вот Во втором матче Финальной серии А пока Питтсбург От оборонявшись Первый отрезок В меньшинстве Уже успел Создать Такую Хорошую атаку Организовала На этот раз Тройка Сидни Кросби Правда Завершающего броска Не получилось Но атак 11 бросков За 40 Сыгранных минут Это конечно Маловато В этом Огромная заслуга Полевых игроков Питтсбурга Которые Не только Очень уверенно Обороняются Но и Огромное количество Бросков Блокируют Просто не позволяя Им доходить До ворот Ну и С другой стороны Понятная задача Для нападающих Сан-Хосе Потому что С такой С такой Нацеленностью На ворота С такой Агрессивностью В чужой зоне Рассчитывать на то Что Ну получится Заставить Соперника Напрягаться И ошибаться В своей зоне Ну просто Не приходится Первое звено На льду Сан-Хосе Говоря про блоки Тут тоже есть Любопытный момент На самом деле Блоков даже больше У Сан-Хосе Нежели у Питтсбурга То есть Питтсбург Перебросал Сан-Хосе в два раза И еще при этом Соответственно 12 блоков У Сан-Хосе И 10 У Питтсбурга Это потому Что Питтсбург Просто атаковал Больше Причем Заметно Больше Атаковал Что касается Вот и последнего Отреска Мы говорили Что Сан-Хосе Очень неплохо Использует Защитников При позиционных Атаках В чужой зоне Но Питтсбург К этому готов И очень часто Нападающие Просто возвращаются Как раз Не столько На самого защитника Бросающего Сколько на линию броска И потом Просто не позволяют Шайбе Доходить До своего Вратаря При бросках От синей линии Три минуты Позади В заключительном Периоде Основного времени По прежнему Одна единственная Шайба По прежнему Минимальное преимущество И по прежнему Сан-Хосе В этой серии Ни разу еще Не вел счасть А прежнему Хотя Как любит Говорить Александр Хованов До тех пор Пока ты не проиграл Слоев дома Больших проблем У тебя нет Но С другой стороны И Питтсбург Понимает В первом матче Достаточно тяжелая Победа Но это уже Неплохой задел И сейчас Хорошая возможность Ну Скажем так Лишить уверенности Соперника Да Потому что Безусловно Второй матч Может дать Питтсбургу Совершенно конкретные Преимущества Но Не будем забывать Что после этого Достаточно длинный переезд Такой Немножко непривычный Для Восточных команд Которые Сосредоточены В основном На восточном берегу И у них Как раз Таких перелетов Как на западе Они есть Но Их не так много А вот И потом В Сан-Хосе Будет Будет намного Тяжелее Поэтому Питтсбург И сейчас Максимум усилий Прилагает Для того Чтобы преимущество Заработанное В первом матче Увеличить И вот Как раз Показывают нам Заблокированный бросок Мэтта Калина Центральный нападающий Четвертого звена Вернулся И находясь На пятаке Подставился Под бросок Защитника Сан-Хосе И Не позволил Шайве Дойти до ворот Питтсбург Перми Ух Хороший момент Был сейчас У Крис и Терни Попал он В штангу И как раз На самом деле Про него и хотел сказать Петер Дебойер Помнишь Я говорил Во втором периоде Что у Ньета Изначально Который Вернулся Сегодня первый матч После травмы По ходу Второго периода Стало все больше И больше времени По сравнению С Мелкером Карлсоном Так вот В итоге Сейчас уже В четвертое звено Перевели не Карлсона Даже а Терны Который изначально В центре третьего Был И таким образом Вот сполинг Винглс и Терны А Ньета И Карлсон Соответственно Возможно Будут появляться вместе Но в любом случае Вместе с Донским С довольно большой Долей вероятности Потому что уже Две смены Уорг появлялся С кутюром На Морлок А не На Морлоке На Морлоке Соответственно Что это Торнтон Хертолеповецкий Это не исключено Это так и есть Кутюр с Морлой Возможно Уорг Это тройка номер два И вопрос тогда Соответственно Кто в этом Варианте Будет выходить В качестве третьего звена Что Кернес, Поллинг и Винглс Едва не будут иметь Большое количество Игрового времени Хотя появляются Они прямо сейчас На настоящий момент По крайней мере Чаще чем Карлсон И Донску Ну вот сейчас Марло С Ньета И как раз Карлсона То есть тоже Такое звено Которое Определенные изменения Претерпело Что касается Мелкера Карлсона Как раз Что касается Завершения атак Он очень и очень Неплох И поэтому Хотя в заявке В четвертом звене Но вот в определенных Ситуациях Может быть В особенности Когда нужно забивать Его тренеры Санхосе Поднимают И регулярно Это делают Для того Чтобы добавить остроты В завершении атак Ну вот Что будет Что именно Будет происходить В третьем периоде И как это все будет Я так думаю Что будут Прежде чем Прежде чем Кого-то лишать Игрового времени Попробуют Несколько сочетаний Тренера Санхосе И потом Примут решение Кто просто лучше Лучше и смотрится И готов На данный момент В отдельно взятом Втором Матче Финальной серии Кубка страны 2016 Показывали нам Что 14 Сейвов Уже Соответственно 3 по ходу Третьего периода Мэтта Мюрре Если Вспомнить Про то Что Мэтт Мюррей Новичок То У него Вот теперь 12 побед В одном Розбуши Плей-о в том Когда он Соответственно Еще в статусе Новичка Находится И он как раз В отличии от Довольно Нередкой ситуации Где Мэтт считается Новичком Мюррей Он как раз В этом году И получил свой шанс Есть На что равняться Чтобы еще Покорить новые вершины Но вот Исторически Три Голкипера Новичка Одержали 15 побед Не сложно понять Что это было Когда команда Добиралась до финала Это был Кэм Уорс Каролиной Это был Рон Хекстов С Филадельфии И Патрик Руас Монреаль Компания Для Мэтта Мюрре Мне кажется Очень даже И причем 12 побед Еще у одного Человека Тоже В дебютном сезоне Еще одного Вратаря И этот человек Дополняет Картину Наверное До абсолютно Звездных Ушиткин Драйда Да Для новичка И причем Я так думаю Что Питтсбург Не особо Рассчитывал На Мэтта Мюрре По крайней мере В этом сезоне Но Постепенно Человек Себе просто Отвоевал Место В воротах Сначала Сначала Вынужденно А сейчас Очень уверенно Действует в плей-офф Говорили мы Перед рекламой Про Мэтта Мюрре Вот Если говорить Про тех Кто бросал Поворотом Мэтта Мюрре 12 бросков На настоящий момент И Что Здесь Любопытно Хотя Наверное Не столько Любопытно Сколько Символично То что Самый бросающий Хоккеист Сан-Хосе Это Роман Полок У него Три броска Два броска У Хертля Два броска У Бернца У всех остальных Ноль или один А вот Роман Полок Сегодня Самый бросающий Хоккеист Сан-Хосе Семь минут Без малого Отыграли команды В третьем периоде Первое звено Питтсбурга Атакует И Шири Сейчас опасно Атаковал Шири Вместе с Корпистом Вдвоем Выкакивали На оперативный Простор И атака Первой тройки Питтсбурга Еще не закончена Кроссбе Переводит И Шири Подставлял В касание Ну и Клюшку Защитника Тоже Очень даже Пригодилось Сан-Хосе В этой атаке Питтсбурга В которой Многое могло Закончиться Для гостей Не лучшим образом Начало этой атаки Переход Да От обороны К атаке Причем Даже не только Вот в этом эпизоде А вообще Если рассматривать И второй И первый матч Финальной серии Очень часто Ставят тупик Просто обороны Сам Косе Слишком просто В моем понимании Слишком просто Да Одна Точная передача От Литанга И выход вдвоем Против одного И это Далеко не первый выход Двух нападающих Питтсбурга Против одного Защитника И вратаря Сан-Хосе На этот раз Пол Мартин Сыграл здорово И Сумел заблокировать Бросок Конора Шири А так Учитывая Что Сан-Хосе Проигрывает В одну шайбу Сейчас И вторая шайба В такой ситуации Ну Стала бы Таким Очень неплохим Бонусом Для Для Питтсбурга Поэтому Очень опасный момент Ликвидировали игроки Сан-Хосе Но если они будут Появляться А они появляются У Питтсбурга Практически постоянно По ходу Первых двух матчей Финальной серии То это Обязательно Вернется Неприятностям Перехватывают шайбу Хозяева В средней зоне И возвращаются В зону Сан-Хосе Так потихонечку Полигонечку Смена за сменой Полминутки А уже Сыграно-то Семь с половиной минут В третьем периоде И С учетом того Что за первые Сколько там 48 минут Ты забросил 0 12 минут Это не так уж и много Забросил 0 И бросил Сколько там 14 раз За 48 минут Все равно Конечно Одно Преимущество В одну шайбу Оставляет Достаточно шансов Сан-Хосе Но Для этого Что должно Начать получаться В атаке А пока Один из самых Опасных моментов В третьем периоде Точный Бросок Тирани Который По большому счету Возник Из Того Что Лавджей На синей линии Очень активно Пытался сыграть И потом На месте защитника Оказался Сидни Кросби И просто на скорости Тирани сумел Убежать От обороны Питтсбурга И бросить Попал В перекладину Действия Евгения Малкина На нем Сегодня не раз Заостряли Внимание По той простой Причине Что действительно Между первым Во вторым матчем Финальной серии Стал Папаша С чем мы его С удовольствием Поздравляем Ну и Полон желание Проявить себя Пока Правда Во втором матче Не получается Не получается Отметиться В протоколе Хотя Шансы были Но это очень сложно Сегодня сделать С учетом того Что пока В протоколе Одна запись Казающаяся Загрошили счет Кутер появился Сейчас С С Своими Привычными Партнерами По Третьему Периоду Соответственно С Уордом И Донским То есть Есть вариант Который Он появляется С Уордом И Донским И есть вариант Который Он появляется С Уордом И Морло Не дается Задержаться Гостям В чужой зоне В принципе Это характеристика Всего третьего Периода Который Уже скоро Которого Доберется Если во втором Периоде У Сан-Хосе Как раз Застряли мы На этом Внимание Не было проблем С контролем Шайбы Вообще никаких Не было проблем С обходом В зону В целом Были проблемы С завершением Атаки Но проблем Не было По крайней мере В остальных Нюансах То вот здесь По третьему Периоду По почти Уже Десяти минут Попасть В чужую зону Так вот По уму Так чтобы Не просто Туда сбросить Шайбу А бы как У Сан-Хосе Получается Совсем не часто Контрвыпад Первого звена И Кросби Атаковал И снова Для меня Немножко удивительно Я понимаю Что Сан-Хосе Пытается Играть Играть Агрессивнее Но все равно Одной передачей На этот раз Брайан Думарин Отрезает Сразу Четырех Игроков Сан-Хосе И снова Выход На ворота При том Что я говорю Что защитники Питтсбурга Владели шайбой В своей зоне Разбили лицо Джоэлу Уорду Но это осталось Я так понимаю За пределами Да Здесь падал И попал ему По лицу Фер Никакой игры Высокоподнятой Клюшкой В этой ситуации Не было Да За опасную игру Низкоподнятой Низкоопущенной Клюшкой Не положено Церный Вингелсис Полинг Снова вместе То есть мы можем Считать это Уже теперь Наверное Устоявшимся Вариантом Четвертого звена У Сан-Хосе Для третьего Периода И HBK Лайн У Питтсбурга Хейгелин Банина Кеса Я в своем За Хейгелином Да В континентальной Хоккейной лиге Есть Есть Пильстрем Который С этой точки Зрения Ну просто Страшная Электричка Так вот Хейгелин Еще и посерьезнее Электричка Вообще По-моему Не Хейгелин Вообще Сапсан Да В данном случае Получается Действительно Сапсан С такой скоростью Перемещается По площадке 62 номер Питтсбурга Что Защитникам Просто Не позавидуешь Когда Когда нападающий Летит на тебя На такой скорости Ньетто Марло И Карлсон Такая тройка У Сан-Хосе В контратаке Питтсбург Перед этим Попал По всей видимости В штангу По крайней мере Куда-то В железе Шайба Точно попала Судя по звуку Но наверняка Сейчас на ближайшей Остановке Нам этот момент Покажут Если Шайба Нашла бы себе Путь в ворота И стал бы Счет 2-0 То шансы Сан-Хосе На спасение По такому матчу Где у них Так немного Получается В атаке Они конечно Стали бы Близких Нулю Так по-прежнему Минус 1 Для гостей И все вроде бы Как в их руках Но момент Который создает Питтсбург По третьему периоду Выгодит Серьезнее Опасть Куниц Набрасывал Куниц Малкиным И Растом Одно из ведущих Безусловно Злини в Питтсбурге В том числе И по этому матчу Про Малкиным И говорили У него было Несколько попыток Завершить Сейчас Малкин Закатился в зону Сделал передачу Тут же партнеры Вдвоем Они в зоне Потому что Остальные Поехали меняться 8.21 В распоряжении Сан-Хосе На то Что сегодня Полностью Можно описывать Штампом Волевое чудо Потому как Для Сан-Хосе Именно чудом Это и должно стать Примерно Полпериода В распоряжении Сан-Хосе Чтобы Перевести Эту игру В овертайм Ну правда Возможные конечно Варианты Здесь за одной шайбой Может и Другая Третья Последняя 4.2 По броскам Створ ворот В настоящий момент 4.2 У Сан-Хосе С учетом того Как немного было В предыдущих периодах 4 за полпериода Это уже конечно Шаг вперед Другое дело Что Сан-Хосе Пора переходить От того Что бросков Стало больше К тому Что моментов Стало больше Причем желательно Значительно Чтобы Хотя бы Один превратить В заброшенную шайбу Так пока что Выглядит Что Шансы Которые возникают У Питтбурга В контр-игре В том числе Они опаснее Чем то Что планомерно Якобы Пытается Создать Сан-Хосе В третьем периоде Достаточно часто Получается И снова Еще один шанс Отыгрываться надо Сан-Хосе А великолепный момент У Питтбурга На этот раз Сидни Кроссбин На пятаке Оставался Но Добраться до шайбы Не смог Ответ у Сан-Хосе Получился Тоже Содержателем И Бросок Брэнта Бернса Который Вынуждает Мюррея трудиться Причем Не так просто Было для Мэтта Мюррея На этот бросок Отреагировать То что надо было Делать это в движении Так он еще Вмещался от штанги К штанге Но Успел среагировать Но нам сейчас Покажет Момент Где Сидни Кроссбин Был близок К тому Чтобы Забросить Как раз Да Вот Последний момент Обработал шайбу Коньком Себе под бросок И бросок Наносил На очень небольшое Расстояние Было до вратаря Практически Вплотную к нему Выкатился Выкатился Мартин Джонс Ну и Кстати у нас Стычик-то немного Да Это пожалуй Первое Такое Культурное Противостояние Тонтона И Кросби Которое Чуть-чуть Было Не вышло За За рамки За рамки Правил Вероятно Чтобы оно Переросло Во что-то такое Масштабное С обменом Ударами Крайне Мало Конечно С учетом Того Что это А Кросби И Б Еще и Тортон Который Небольшой Любитель Кулачных Поединков Но Согласен Что в данном Случай На фоне Такого Небольшого Количества Вообще Каких-то Эпизодов Это По крайней Мере Хоть что-то Но это да Это такое Некоторое Разочарование Да Которое Испытывают Кисты По ходу По ходу Матча Потому что Никто не может Сказать И не сможет Сказать Что сам Хосе Не пытается Другое дело Что пока Не получается И Не получается И создавать И Атаковать Не получается По-хорошему Много И В этом отношении Я говорю Иногда Это выливается На площадке Вот Такую Может быть И Излишнюю Излишнюю Грубость Да Потому что Ну Это попытка Хотя бы Что-то поменять Уже Не первый раз Ник Банина Отметившийся Сегодня Результативной Передачей И кстати Проводящий Свою Пятидесятую Игру В Плей-офф Национальной Хоккейной Лиге Сегодня И Поучаствовал В единственной Пока Результативной Атаке Обеих команд И Уже не первый раз На линии Браска Блокирует Браски Игроков Сан-Хосе Которые Те пытаются Нанести По воротам Мата Мюре Кюнхак В борьбе С двумя Защитниками Сан-Хосе Шабет В чужую Зону Доставил Дождался Партнеров Но они Уже были Не за горами Следом За ним Закатывались И едва Не выросла Из этого Опасная Атака Но Четвертая Зона Питтсбург Сделала Главное В данной Ситуации Из своей Зоны Увезло Шабет В чужую Организовал Там Вбрасы Да и Причем Атаку Совершенно Нормальные Провели То есть Да Может Опасным Моментом Это Назвать Тяжело Но Тем не менее Учитывая Что они Начали Свою Смену В своей Зоне И Это Четвертое Звено И На хорошей Скорости Прошли Перевели Шайбу В чужую Зону Довели Дело До броска Поворотом И Уступили Место На этот Раз Звену Евгения Малкина Тройки Евгения Малкина И Опять же Противостояние Тройки Евгения Малкина И Романа Поллока И Брэдона Делан Пара Защитников Сам Хосе Не Смогли Вынести Шайбу Из Зона Хоккеисты Шарц Это Может В принципе Им И Аукнуться В любом Случай Каждая Такая Потеря Это Еще И Потеря Времени А Времени Осталось Треть Перевод Шесть Половины Минут Всего У Сан Хосе Другое Дело Что Я Ловил Себя На Этой Мысли И В серии Питтсбурга Стампой И Вот Она В принципе Проскальзывает И сейчас Понятное Дело Что Ты Не Можешь Забраться В столько Как Хочешь Иначе В хоккей Был Чет Как Баскетболе Но Тем Не Менее Вспоминая Как Питтсбург Выигрывал Свой Кубок Стэнли И там Был Выигранный Кубок Стэнли И финал И борьба С Детройтом И вот Все напряжение Те кто Помнит Те финалы Помнят Что Питтсбург Зачастую Переигрывая Соперника Тем не менее Никак не мог Обеспечить Себе Большой Задел В счете Вот Это же Самое Впечатление Периодически Складывалось В серии Стампой Что Преимущество Питтсбурга Было Большим По игре Нежели По счету И это же Самое Преимущество Оно В принципе Есть Во втором Матче С Сан-Хосе Где Сан-Хосе В третьем Периоде Может Чуточку Больше Атакует Но Не настолько Чтобы Что-то Кардинально Меняло То есть Питтсбург Если кто-то Наиграл На вторую Шайбу В целом По матче То это Скорее Питтсбург И Причем Это Даже Безусловно Просто Получается А так Выходов 2 в 1 Ну На вскидку Можно Насчитать Штук 5 А это Все-таки Ну 100% Не 100% Но То что Называется Голевыми Моментами То есть К ним Можно Относиться По-разному Да Потому что Некоторые Считают Каждый Бросок По Поворотам Вот Из зоны Перед воротами Голевым Моментом Но Вот Выхода Вдвоем Против Одного Это То что Нельзя Не назвать Голевым Моментом А Питтсбург С регулярным Постоянством Сейчас Как раз Да Набор Набор Моментов Дилан Толкнул Шири На борт Из этого Ничего Видимо Не последует А перед этим Был какой-то Совершенно Чудовичный Рикошет В момент Броска Литанга Причем Рикошет Не от Кого-то По-моему А просто Так Бросок Получился Что Шайба На ребро Встав Ударилась А лед И Полетела В сторону Причем Возможно Даже И в створ Шла И поэтому Джонсу Пришлось Реагировать На нечто Такое Неожиданное И крайне Неприятное Четвертое Звено Физболга На площадке Но два Очень и очень Опытных Игрока Калин Который Очень часто Выходит На вбрасывание В своей зоне В особенности В третьем Периоде Фер Тоже Нападающий Который Что касается По крайней мере Той части Игры Которая Касается Удержания Счета Очень и очень Эффективен Ну и Кюнхакл При этом Достаточно Молодой Задорный Да Недостаточно Результативный Пока Но тем не менее Ошибок Ключевые моменты Игр Особо Не допускающий Снова Попытка Быстро Выйти В контратаку Которая Могла Закончиться Очередным Моментом Очередным Выходом Вдвоем Против одного И нам Как раз Показывает Момент А летан Когда шайба Скакала 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 И вот В самом Самом Конце Такой Рикошет Не шла Шайба В створ Но вот Джонс В тот момент Когда он Так обменил Направление Полета И его Горячим Нервным Клетком Было Явно Не легче А возвращает Литанка На площадку Выигрывает Братцы Важный момент Сейчас для Шарф Ну в любой Смене Сейчас важный За 4 минуты До конца Третьего Периода Но Именно Исходя Как раз Из проброса Который Организовался Эпидбург Сейчас Задержаться В чужой Зоне Кутюк Успел Сделать Передачу И Джастин Браун Бросает 4.05 На табло И собственно То о чем Не один Не два И даже Не три Р раза По ходу Этой трансляции Мы и говорили В том числе Совсем недавно По игре Питтсбург Наработал На эту вторую шайбу Он ее вроде бы Заслужил Но от этого Ничего не выросло Он ее не сумел Забросить И в итоге За это и нахаж И снова Кроме того Что Вбрасывание В своей зоне Здорово Очень на лицевом борту Отборолись Нападающие Вернули шайбу Под свой контроль Быстро подняли Ее к защитнику И Брон в данном случае Не стал улучшать Позицию Бросил Бросил Быстро Бросил На неудобной Высоте Для Для Мата Мюррея Ну и шайба В ближний угол Зашла над щитком Вратаря Питтсбург Пенгвинс А началось Все действительно С проброса Попытка выйти В быструю контратаку Которая закончилась Пробросом И после выгодного Вбрасывания Позиционная атака Сан-Хосе Которая закончилась Первой заброшенной шайбой Команда из Калифорнии Во втором матче Это позволило За 4 минуты До окончания Третьего периода Гостям сравнять счет Во втором матче Финальной серии Кубка Стамбург Первая шайба В плей-офф Для защитника Сан-Хосе Были до этого Четыре голевые передачи Логан Кутюр Логан Кутюр В качестве соавтора Наверняка будет Тоф Там вторым Будет вопрос А Кутюр таким образом 26-е очко набирает В своем 20-м матче Да Ну и что касается Финальной серии Да То Бонина Набирает очки В каждом матче Ну и теперь Ко нему Присоединяется И Логан Кутюр Три с половиной минуты Время Когда В первом матче Казалось бы События должны были Как раз так В ожидании Возможного овертайма Пойти на спад А там как раз Самые-самые важные события И случились Тем не менее Сейчас Когда Сан-Хосе Только отыгрался Здесь может быть И вероятность Еще одной шайбы В основное время И невелика Но я бы не сказал Что ее нет Потому что Сейчас и на тех И на других Заброшенная шайба Может подействовать В любую сторону В том числе И даже позитивно Подействовав Может Привести к тому Что кто-то слишком Захочет быстро Забросить Еще Например Ну и что касается Питтсбурга Питтсбурга У Питтсбурга Получаются Причем Получаются Быстрые атаки Отказываться От них Никакого Смысла нет С другой стороны Сан-Хосе В концовке Третьего периода Своей Основной задачи Достиг И именно А именно Счет сравнял А это должно Придать и уверенности Подопечным Питера Дебора А реализовывать моменты Там В составе Косы безусловно Есть кому Автор заброшенной шайбы На ваших экранах Кутюр и Уорд В итоге Вот сейчас Появилась информация Жиль Уорд Вместе с Кутюром С автором Этой шайбы Для Кутюра Как я сказал 18-я передача И 26-е очко Ну а для Уорда 12-е очков На инженер-плей Еще один проброс За 2 минуты 11 секунд До окончания Третьего периода Шайба возвращается В зону В зону Питтсбурга И здесь Марк Карен И исключительно И исключительно Опытный 39-летний Центральный нападающий Питтсбурга Вбрасывание выиграл И в итоге Удалось выголвить Шайбу Из собственной зоны Хозяева Попала шайба В лицо По-моему Не клюшка А именно шайбой В лицо досталась А Сан-Хосе В этот момент Проводит атаку Которая Могла бы Вполне стать И голевой Если бы Уорду было удобнее Принимать Это передач Ответ Питтсбурга И Фил Кессел Загружает работы Мартина Джонса Мы говорили Про Мюрре Говорили Вполне логично И много Хорошего говорили Но и про Джонса Имеет смысл говорить Он не новичок Нет Все-таки клюшкой Бернс попал Да мне показалось На общем плане Что шайба Попала в лицо Так вот Про Джонса Говоря Он даже в финале Вроде бы как Играл С точки зрения Истории и статистики Но он как играл Сидел на лавке Но он даже обладатель Кубка Сталин Да безусловно Но он смотрел Как в финале Играет Джонатан Квик В этом сезоне Вот он Первый сезон В качестве основного Вратаря И теперь уже Джонатан Квик Не с лавки Правда А по телевизору Смотрит Как его бывший сменщик Добрался до финала Своё Своё место В воротах Сан-Посе Шарп Я бы ты знаешь Раз уж сейчас Мы всё равно Почти наверняка Не последний период Этого матча Комментируем А заканчивая Тему про вратарей Сан-Хосе Я бы сказал Что по ходу сезона Они же два обмена провели И вот они Взяли себе В итоге Замечательного Играющего В этом сезоне Мартина Джонса Первый сезон В роли основного вратаря И вот сейчас Сан-Хосе При этом давит На последних секундах Едва не забрасывает Но и Джеймса Раймера Они вытащили Из Торонто И в общем Можно говорить Что да У Торонто Свои резоны Они сейчас За драфт-пики Готовы на многое Но Раймер идеальный Второй вратарь Который может быть И первым Это едва ли не лучшая Атака Сан-Хосе Не то что в третьем периоде А может даже за матч Вот так заброшенная шайба Она меняет И настроение Но по большому счёту Да То есть появляется Появляется уверенность Может быть даже Где-то Где-то Злость И сейчас Всё на пятак Донской Вытащил шайбу на пятак И очень непросто было Найти её там В сутловке Мэтту Мюррю И очень неприятный момент У ворот Питтсбурга Который закончился Вот попыткой добивания Джоэла Уорда В тот момент Когда Мэтт Мюррю Уже зафиксировал Шайбу Из-за чего И возникла Такая вот Я бы сказал Первая потасовочка Где-то Вблизи ворот Так действительно Столкновений на пятаке Пока В финальной серии На удивление Немного Но и вызвано Это тем В первую очередь Да что Команды Понимают Что давать Сопернику Чистное преимущество Но совершенно Ненужная роскошь В финале Кубка Стэнли Пока По крайней мере В первых матчах Хотя эмоции Уже мы видели Да По столкновению Тонтона И Кросби Они уже где-то так Погранично Существуют Подсознательно Пять секунд До окончания Третьего периода Автор шайбы Которая перевела Эту игру В овертайм На ваших экранах Напомню Во втором периоде Фил Кессел В ассистентку которого Банина и Хегелин Ну и в третьем периоде Джастин Браун После передач Кутюра и Уорда 1-1 После 60 минут игры И Во втором матче Финала Кубка Стэнли 2016 Потребуется Овертайм Очевидный Вроде бы как Фаворит Другое дело Что Наличие Этого фаворита Оно с одной стороны Очевидно А с другой стороны Оно может и наоборот Сыграть Потому что Если одна команда Ни разу еще не выиграла В овертайме И это команда Сан-Хосе А другая команда Три овертайма Выиграла Это Питтсбург То еще совсем не факт Что Питтсбург Обязательно Обязательно Овертайм Должен выиграть Но Факт остается фактом Акулы в этом плей-офф В овертайме Не выигрывали А исключительно Проигрывали Проигрывали Лос-Анджелесу Дважды Нэшлин Вот эти три поражения Которые у них были В овертайме Три победы Питтсбурга Вот три победы Питтсбурга Три соответственно героя Банино Кросби И Хорнфель Вот они Ключевые Вводные К тому что нас с вами ждет Ближайшие Сколько-то Кто же его знает Сколько минут И овертайм Ну и показали нам Круглым планом Кросби И Торнтона В овертайм Время Время лидеров Не только конечно Потому что единственный бросок Может Решить судьбу Судьбу матча Но То что чаще других И оказывается на площадке И оказывается в завершении Атак Как правило Лидеры Команд Это Никого удивлять не должно Ну а Показывали нам Крупность Сидни Кросби В этом отношении Конечно Ни в коем случае Не надо забывать Что В серии В финале Восточной конференции Против Тампы На счету этого Нападающего Три победные шайбы Из четырех победных матчей Для Для Питтсбурга Да и Можно сколько угодно Говорить что шайба В овертайме Для него была Первая в плей-офф А с другой стороны У него есть победные шайбы В овертайме В розыгрыше Кубка Стэнли И На Олимпийских играх И это в общем Достижение Которым похвастаться Я так понимаю Больше никто и не может Ну и вообще Очень немногих Исперт Была Статистика По-моему CBC Перед началом Перед началом серии Что 82% Игроков Игравших В национальной хоккейной риге До финала Так они добираются А вот А уж То есть 4 из 5 4 из 5 Да Да 80% А уж Люди которые отметились Заброшенными шайбами В овертайме В финалах Их можно представить Ну Скажем так Что их десятки Скорее всего А А не какие-то Заоблачные цифры Несмотря на Всю богатую историю Национальной хоккейной лиги Поэтому это Событие И событие Очень значимое Для любого хоккеиста Первое звено Питтсбурга Выходило Против звена Кутюра Сейчас Ну сейчас уже Другая смена Но следом за этим Первое звено Сан-Фосе Выходило Против HBK Лайн То есть Против Третьего звена Питтсбурга И я так понимаю Тайм-аут Берет Питтсбург В самом начале Овертайма Тут можно вспомнить Что у Питтсбурга Как раз И удачные И неудачные Овертаймы Зачастую Заканчивались Достаточно быстро И поэтому Сейчас Все равно С этим Тайм-аутом Уже по ходу Овертайма Где нет Концовки Овертайма Он фактически Бесконечный Особой нужды Его мариновать Солить Откладывать На зиму Никакой нет Поэтому сейчас Салливан Принял Наверное Вполне Логичное Решение Ну Ты знаешь Как Может И вполне Логичное Решение Но Возможности Просмотра Он себя Решил То есть Причем Это Минута И 45 секунд Всего С начала С начала Четвертого Периода Сначала Овертайма Прошло То есть Игроки По крайней мере Должны быть Достаточно Свежие Хотя Если Есть Какая-то Ну Точно Называется Чуйка У тренера И он Видит Что На площадке Находится И звено Лидера Соперников И Наверняка Понимает Всю Важность Момента Это Это Решение Которым Можно Пожалеть Впоследствии Да Но Совершенно Не обязательно Но Совершенно Точно Не пожалеть Прямо Сейчас Потому Что Оно Сработает Третья Минута Первого Овертайма Первого Овертайма Финала Кубка Стэнли 2016 Брэд Бёрст Запрыгивал На площадку Причем Чуть ли не Затащив С собой Кисть Которая Выходила Ему На смену Да То есть Сейчас И удаление Было бы Исключительно Неприятным Фактом Для Для Любой Из команд А тем более Такое Чисто Техническое Удаление У нас Сегодня Вообще Удалений В матче Было Немного Будем Откровенны Немного И при этом Первая Из трех Как раз За выброс шайбы То есть Всего Три Удаления И при этом Одно Из них Еще Из-за Выгрыша Первое Звено Возвращается На лед У Питтсбурга И снова Против него Кутюра Компания И при этом У Кутюра Уже Окончательно Я так понимаю Можно говорить Что сформировалось Сочетание С Донским И Уордом Потому что Не потому Что наверное Даже так уж Важен здесь Уорд Сколько для того Чтобы попробовать Марло Который не очень Заметен сегодня Использовать Очень и очень Большой опыт Патрика Марло Попробовав Добавить к нему Каких-то людей Из третьего Четвертого звена Ну и эти Изменения Они Сработали По крайней мере И Уорд И Кутюр В сегодняшнем матче В третьем периоде Отметились Конор Шири Я не готов Прямо сейчас Сходу Утверждать И когда В следующий раз Мы с тобой Будем комментировать Финал Кубкастыля Это будет В четвертом матче Финалу К этому Обещаю вернуться Но Новички Питтсбурга Забрасывают Очень и очень Важные шайбы В огромном количестве Вот что хочется Сказать Как итог этого Я знаю что добавлю Скорее всего Это еще и Наигранная комбинация То есть вещи Которые тренеры Рисуют Вещи которые Игроки Отрабатывают На тренировках И стандартная ситуация Выигранное Вбрасывание В чужой зоне И совершенно Не случайная Передача От защитника На Конора Шири Открывающегося В районе Круга Вбрасывания И великолепный Бросок От 43-го Номера Питтсбурга Который Создает Питтсбургу Великолепное Преимущество Перед Третьим матчем Две домашних Игры Питтсбург Выиграл В финале Кубка Стэнбурга Конор Шири Приносит победу Питтсбургу В овертайме 2-0 Питтсбург Впереди В этой серии Будем на этом Прощаться Для вас работали Сегодня Александр Хованов И Александр Ткачев Болейте на здоровье Всего хорошего